Всем большой привет! Я решила для себя попробовать немножко иной формат и хочу в течение всего месяца февраля записывать небольшие кусочки именно того, что относится к рукоделию, к вышивке, то, чем я, собственно говоря, и занималась весь этот месяц. Я надеюсь, что из этого получится достаточно симпатичное видео, но по итогу мы с вами это узнаем. Я продолжаю вышивку своей книжки-игольницы. Как я и задумывала, она у меня будет двухсторонняя, поэтому я перевернула вышивку на 180 градусов и начала отшивать вот здесь следующий рисунок. Здесь я решила вышивать белочку от Рината Паралин. Мне она понравила, достаточно симпатичный и, опять же, простенький сюжет, то, что подходит как раз к теме примитивов. Здесь все отшивается одним цветом и для этого я взяла цвет как бы DMC 3328, но на самом деле это Ариадна 643. Здесь цвет такой немного пепельно-розовый, как будто, опять же, со стариной. Мне показалось, что он отлично подойдет в эту общую композицию. И, кстати, небольшой такой лайфхак. Если у вас достаточно мало припусков и для натяжки в те же пяльца не хватает ткани и получается не очень хорошая натяжка, вас выручат обыкновенные бумажные полотенца. Всего лишь пару стежков и все. Тем самым вы наращиваете достаточно бюджет на свою основу и спокойно натягиваете. Натяжка получается очень хорошая и, опять же, этот кусочек мы также легко уберем, буквально распустив эти стежки. Вышиваю я по кростич саги, но, как вы понимаете, я только-только начала, так что мне еще предстоит порядка где-то полторы тысячи крестиков на отшив. Пока у меня появилась минутка, хочу немножко доделать видео, которое наверняка вы уже видели, добавить несколько подсказок, ссылок на видео, возможно, что-то в описании. А по соседству у меня вот такая красота. В общем, нахожусь в тишине, в тепле и в особенной атмосфере. Я продолжаю вышивать Петергоф и, кстати, с последнего отчета за месяц, январь, я так и не приступила к енотам. Мне очень хочется вышивать именно Петергоф. Я думаю, наверное, да, это обусловлено тем, что работа летит, потому что вышивка именно в одно сложение. Плюс какое-то особое приятное ощущение от вышивки с шерстью именно зимой, потому что на моей практике, когда, собственно, я начинала этот набор летом, он у меня не пошел, потому что мне было жарко. Потело все, потели руки, скользила иголка и вот ощущения от шерсти, они, наоборот, доставляли какой-то дискомфорт. Я думаю, что я себе, наверное, дам еще денечек, сегодня я повышаю Петергоф, а потом уже я приступлю к енотам, потому что по ним я тоже соскучилась и как-то, если честно, хочется их поскорее закончить, чтобы уже полноценно погрузиться именно в отшив данной работы. Субтитры сделал DimaTorzok Мне очень нравится вышивать шерстью в одну нить. И получается и быстрее, и не нужно следить, чтобы ниточка ложилась ровно, как это при вышивке в две нити. И, в принципе, это касается не только шерсти, но и вышивка в мулине в одну нить мне тоже очень нравится. Это действительно ускоряет процесс. Но, как говорится, на вкус и цвет все мы разные, поэтому, да, я иной раз слышу, что кому-то не нравится, кому-то неудобно. Ну, что ж поделать. Как вы заметили, я вышиваю по цветам, преимущественно по цветам. Тем не менее, я паркую нитки. Да, как говорится, где логика? А логика простая. Я просто не хочу, чтобы был очень большой разброс. Да, то есть, соответственно, если вышивать нить до конца, то будут крестики заканчиваться где-то здесь. Мне хочется все-таки, чтобы какая-то линия была. Опять же, мне нравится это на фотографиях, да, вот когда вышивка идет строго по листам. Это действительно выглядит очень красиво. Понятное дело, что все-таки нужно с этим быть поаккуратнее, чтобы не было видно уж очень таких явных границ. Поэтому здесь у меня идет такая ребристость. Ребристость, простите. Ну, а когда по горизонтали, тут, в принципе, прямой и прямой ряд, да, это не так сильно заметно. Скажем так, это вообще не заметно. В планах сейчас добить темно-коричневый цвет и, наверное, уже откладывать эту работу. В принципе, здесь начинается бордюр и сам фонтан. Но если я не отложу эту работу, я так и буду ее ушивать. А хочется продвигать немножко и другие проекты. Сегодня 5 февраля, и по совместительству мой день рождения. Вот такой шикарный выгод подрел мой муж. И здесь меня ждет посылка, посылище от моих подружек из Москвы. Ну, это просто какой-то невероятный сюрприз. И сейчас я буду все это вскрывать. Поделюсь с вами частью подарков, которые находились в той большой-большой коровке. Это вот такие три ткани от фирмы Пеппи. Я думаю, что я с легкостью найду им применение. Очень, кстати, понравились вот эти две крайних. Это ленточки, кружево, пару шнурочков. Тоже, думаю, лишними не будут. Такие деревянные палочки очень радужных оттенков. И к ним в придачу маленькие прищепочки. Для того же инстаграма или для какого-либо украшения. Вот такая вещь. Конечно же, открытки с теплыми пожеланиями и словами. У меня, кстати, уже скопилось достаточное количество открыток. За что каждой девочке отдельное спасибо. Я все их храню. Иной раз перечитываю. У меня для этого специальная коробка. В общем, спасибо большое. И отдельно именно за открытки и теплые слова. В посылке лежала вот такая ниточка Перле. Это номер 16. Она очень-очень тоненькая. Схожа по толщине даже с ниткой Мулине. Я думаю, что какой-то из работ небольшой. Я ее с удовольствием попробую. Даже интересно стало. Ну и на сладенькое. К слову о сладком, там, конечно, были и конфеты, и мои любимые казинаки с семечками. Но на сладкое это наборы. Это мои хачушки. Набор от фирмы Револис. Собор Василия Блаженного. В свое время у меня была мысль о том, что когда я поеду в Москву, я обязательно приобрету этот набор в память о посещении этого города. И, собственно, о самой формуле. Но на формуле рукоделия я приобрела совершенно другой набор. Все вы его знаете. Это еноты, которые сейчас вышиваю. И он, как ни кстати, будет мне напоминать именно о бассейне формуле. Потому что там как раз-таки листва осенних оттенков. И я как-то покупку именно этого собора откладывала на потом, на потом. Ну и, собственно говоря, мне ее и подарили. Со временем я обязательно к нему приступлю. С наилучшими воспоминаниями, пожеланиями от человека, который мне это подарил. Триолис. Что-то я не узнаю. Да ладно, подожди. Меня смутило, что я не вижу голубой. Думаю, это не собор. А, спасибо. Класс. Еще один набор, который мне понравился. Даже можно сказать, что это была любовь с первого взгляда. На формуле я увидела вот этого милейшего зайчика в этих ручках. И мне так понравился этот сюжет. Я даже немножко пожалела, что я его сразу не приобрела на формуле. А в дальнейшем, когда мы ходили в Леонардо, его там и не оказалось. Теперь он у меня есть. И этот, кстати, сюжет я очень хочу вышить для блокнота. Для определенного блокнота. С особенным смыслом, о котором я расскажу чуть позже, когда, собственно, приступлю к отшиву данного сюжета. Я думаю, что я буду заменять основу. Он на равномерку, либо на Леон. Но он просто потрясающий. Он очень милый. Из-за разряда мимимишности. Это РТО? Это РТО? Подождите. Спасибо. Я так его хотела, честно. Ой, все упало. Спасибо. А еще в посылке была вот такая миленькая, маленькая игольница-тыковка. Очень приятных оттенков именно для моего глаза. Ой, она такая прелестная. И я, кстати, знаете, очень люблю именно маленькие вещи. Не знаю почему, но вот маленькие вещи меня намного больше умиляют и намного больше радуют. Но это не значит, что я не люблю большие вещи. Просто именно в рукоделе я тоже себе в свое время делала именно маленькие игольницы. Юль, спасибо большое за такое чудо. И уже под вечер я получила посылку от Танюши из Германии. Было очень приятно. И в ней находились вот такие наклейки и теги для подписывания подарков. Очень интересный Леон Белфаст. Как вы видите, он неоднородный. Он с такими разводами. Но это достаточно нежные. И я думаю, ко многим вышивкам подойдут. Такие забавные пуговички. Хендмейт. Они пришиваются. Очень красивые нитки. Это от фирмы Анкор. Как я понимаю, мультикалор. Достаточно интересные переходы. Я думаю, что обязательно ими воспользуюсь. Может даже в ближайшее время. Два таких крейника или металлика от фирмы Гутерман. Но по ощущениям они больше походят на крейник. Надо, как говорится, сделать тест-драйв и понять, что это. Само собой, открытка с тортиком. И достаточно такой неожиданный, очень полезный подарок. Это счетная иголочка. Я могу сказать, что это та вещь, которую, возможно, где-то в глубине души я хотела. Но я бы ее никогда ни себе не купила. Наверняка что-то подобное у вас есть. Прошу прощения. И теперь такая красота есть у меня. Обязательно попробую при начале следующего процесса. Я уже уложила подаренные ткани. И, в принципе, таким образом они у меня все хранятся. Как вы видите, у меня их не так уж и много. Но уже кое-какая коллекция насобиралась. Я надеюсь, что для них со временем я найду особое применение. Еще в этой коробке я храню флизелин и дублей. А также фетр. Он совсем удобно одной рукой вкладывать. И мягкий фетр. И все. Я вернулась к своим енотам. Сейчас я буду их вышивать. И вот это как раз тот момент, о котором я говорила, что у меня в иголку где-то всего одна нитка. На выходе мы получаем, как нам и нужно, нить в два сложения. И таким образом нитка меньше крутится, нежели, да, как вот мы обычно заправляем две ниточки, чтобы у нас на конце была петелька. Вот этот именно способ дает нити гораздо меньше крутиться. По крайней мере, ее легко раскрутить, если такое случилось. Плюс в этих наборах идет достаточно короткая нарезка нитей. А с таким способом закрепки получается ниточка чуть подлиннее. Ее можно вышивать вот именно до того момента, как у вас позволит сама иголочка. И, кстати, таким способом я вышиваю сейчас и на своей игольнице книжки. Может быть, я такой способ продолжу и в остальных работах. Не знаю, но время покажет. Эту неделю у меня получается мало времени на вышивку. Потому как муж уехал в командировку. И я, скажем так, на хозяйстве. И дети на мне разбудить, собрать, одеть, отправить в садик. Потом свои какие-то дела, учеба, домашние обязанности. Вечером то же самое. И нужно их собрать на автобусе, привезти, накормить и так далее. В общем, свободного времени с такими делами становится намного меньше. И, конечно же, это не может не отражаться на вышивке. Я себя ловлю на мысли. Кстати, такое было в момент отпуска, когда мы ездили в Крым. В те дни, когда я не могу вышивать, у меня такое складывается ощущение, как будто я вышиваю мысленно. То есть я начинаю либо обдумывать какие-то свои будущие процессы, либо просто фантазировать, что вот, как будет здорово, когда я закончу ту или иную работу, как она будет смотреться. То есть начинаю уже представлять какую-то из своих работ в завершённом виде. Либо начинаю подбор каких-то материалов для будущих процессов. Выбор основы, допустим, начинаю как-то более подробно для себя изучать. К слову, я вчера была на сайте шёлковая нить и составила себе примерный список тех материалов, которые бы я хотела приобрести. Но так как доставка у шёлковой нити только по России, поэтому заказ я смогу сделать летом, когда мы поедем в Крым. Но я себе составила, знаете, такой нехилый список на самом деле тканей. Вот именно там большинство тканей, немножко ниток, один креник хочу взять. Где-то порядка на 4 тысячи рублей. Ну, в общем, такой приличный будет заказ. И, возможно... Ой, промахнулась. Возможно, к тому времени я что-то ещё добавлю. А может, что-то и уберу. То есть это не конечный список и не конечная цена. У меня не было времени повышивать. Зато я занималась вот какими-то такими делами. Я думаю, это тоже сложило определённую пользу. Я открывала виртуальные каталоги. Я рассматривала оттенки этих тканей. Я выбирала ту или иную основу. Вот в плане именно, да, от названия. Решила, кстати, в этот раз сделать упор на равномерку. Потому что получилось, что у меня достаточно много в запасах именно льняных основ. А с равномеркой как-то вот что-то не сложилось. Не знаю почему, но вот не сложилось. И вот я как раз планирую заказать себе мурану. Достаточно таких хороших запасах. Немножко Белфаста, паразапас. И также Эдинбурга. Вот знаете, очень плохо, что нет равномерки а-ля 18-й каунт. Это было бы очень здорово. Но, к сожалению, есть только льон. Кстати, по поводу льна. Вот относительно недавно, уже в нескольких случаях, я столкнулась с такой ситуацией. Что один и тот же льон, я сейчас говорю об элфасте. Цвет натуральный. Его номер на шелковой нити 53-й. А вот на других сайтах он 52-й. И, соответственно, рядом идет цвет льняной. Опять же, на шелковой нити этот цвет 52-й. А на других сайтах 53-й. И получается как некая такая путаница. Первый раз я заметила это несоответствие, когда мы с моей подружкой местной начали спор. Она обратилась ко мне в плане выбора основы и захотела под определенный сюжет натуральный лен. Я ей сказала, что это будет темновато. Я говорю, у меня натуральный лен был на натюрморте, если вы помните. И она начала со мной спорить, что нет, это у тебя льняной цвет. А вот натуральный это как раз-таки посветлее. В итоге я ей стала присылать фотографии шелковой нити. А она мне присылать фотографии со своего сайта на Украине. И таким образом мы выяснили, что на разных сайтах ткани называются порой иначе, чем на остальных. Здесь, в принципе, никакой такой особой проблемы нет. Но вот некий такой резонанс, он порой случается. И в таком случае я постараюсь в своих видео меньше употреблять название льна. Ну, либо, по крайней мере, называть именно его номера. То есть номера, они соответствуют, скажем так, реальности. А вот именно названия, они отличаются. Я надеюсь, вы уловили мою мысль. Я себя еще ловлю на мысли. Как это здорово, когда у тебя в работе несколько процессов. И они, скажем так, в кавычках, разнокалиберные. В том плане, что разные основы, разные нитки. Ну, насчет производителя это как бы такой момент. Но вот мне очень нравится, что сейчас у меня в работе есть вышивка на 18-ой иде. И есть вышивка на лине 32-ом. Оно еще есть на муране, ну, как бы там такая небольшая вышивка, да. Это такой, скажем так, процесс отдыхалочка. И вот это действительно как такая некая смена поля деятельности. Она мне очень нравится. Я думаю, что если бы у меня все три процесса были на 18-ой аиде, наверное, мне казалось бы, это слегка однообразным. А так как есть вот такая значительная, да, разница все-таки, то аида, а это лен и разный каунт. Ну, в плане цвета, конечно, наверное, нет. И то, и то белый. Но я думаю, вы меня понимаете. Поэтому, конечно, этот момент мне очень нравится. Так, нитка у меня заканчивается, и мне придется сейчас обращаться наизнанку ее заправлять. И, наверное, мы с вами встретимся уже в каком-то другом кусочке. Закончила я вышивку белочки от Рената Паралин. Немного мне пришлось обрезать внизу схему, потому что она полностью не влазила. Ну, вполне симпатично смотрится и так. Ниток у меня осталось совсем немного, но я очень рада, что мне хватило всего того моточка, полумоточка, что у меня оставалось на отшив данной схемы. Я сомневаюсь, что я оставлю эту нитку, ну, потому что, видите, ее очень-очень мало. Ну, посмотрим. А для обшивки и сборки самой игольницы я возьму вот такой цвет. Ну, в принципе, этим цветом уже проложена строчка бэкстича. Он очень похож с вот этим зеленым оттенком. Здесь было DMC. Ну, а тут как раз я возьму вот этот цвет. Сборку игольницы я уже оставлю на завтра, потому что времени осталось не так уж и много. А все-таки мне хочется заснять все этапы. И дело, на самом деле, это не пяти секунд. Поэтому уже завтра я ее спокойно. С начала, скажем так, светового дня я ее начну собирать. И, конечно же, запечатлю уже для отдельного видеоролика. День рождения закончился, но подарки продолжают ко мне поступать. Моя подружка вернулась из Украины и привезла мне вот таких два небольших наборчика. Опять же, из моих очушек. Я это очень хотела. Я хотела попробовать жарптицу. И мне понравились именно вот эти мне разлучники. Очень интересный смысл вкладывается в эту вышивку. И также от Dimensions. Пряничный домик. Из вот этой серии пряничных игрушек, да, 12 штук, мне нравится достаточно мало что. Паровозик, если вы помните, я уже вышивала. И также мне очень нравился пряничный домик. Его долгое время не было в продажах. И, наконец-то, он появился. И подружка мне благополучно его приобрела. А еще она мне привезла в подарок чехол для куснапов 29 на 29 сантиметров. Это, опять же, из разряда того, что я очень хотела. К сожалению, так как швейной машинки нет, я не могу себе этого шить. Руками, конечно же, можно. Но это было бы очень-очень долго. Плюс у меня нет специальной вот этой резинки. В общем, теперь у меня есть один такой чехол. Я заказала маме. Мне еще нужен подобный чехол на 20 на 20 куснапы и на такие продолговатые, 28 на 43. И тогда я буду очень-очень счастлива. И, кстати, по поводу этого набора. Если бы у меня в наличии оказалось Мурана 32 аккаунта, я бы приступила, наверное, немедленно к его отшиву. Потому что, ну, мне очень-очень нравится, я его хотела. Но, увы, Мурана у меня нет. Ален, мне кажется, сюда не особо подходит. Потому что здесь как раз-таки руки. И видеть на руках переплетение льна, вы знаете, что он местами бывает очень неоднородным. Наверное, это будет как-то чересчур. И все-таки здесь хочется видеть что-то такое равномерное. Ну, собственно говоря, равномерку. Поэтому отшив данного набора у меня отложится, скорее всего, до лета. Ну, а там, когда я приобрету Мурана, я обязательно за него приступлю. Так как гонницу я не сегодня-завтра закончу, я уже хочу подготовиться к следующему своему процессу. Это будет небольшой процесс. Это смешарики. Я продолжаю отшив данной серии, потому как дети ждут. И пока что себе я выписала двух персонажей. Это Пин и Каркарич. Соответственно, Пингвин и Ворон. Вот как раз с них я и начну. Я себе отметила точкой, какие цвета у меня есть. Единственного цвета у меня не оказалось. Но по случайности я была в городе и приобрела этот цвет и еще несколько для остальных будущих процессов. И, собственно, сейчас я и буду из своих трех коробочек с DMC набирать вот в эту маленькую коробочку нужные мне цвета. Иголки и ножницы я положу сюда как раз, когда закончу игольницу. Как говорится, из одной коробочки переложу в другую. Вышивать я буду на пластиковой конве. И пластиковая конва, перфорированная бумага. Все это хранится у меня вот в такой обыкновенной пластиковой папке. Кстати, наверное, надо будет все-таки как-то снять для вас видео о моей новой организации, моих рукодельных запасов, тканей, наборов и так далее. Вот как раз уже начатый кусок. Им я и воспользуюсь. Я приступаю к записи мастер-класса по созданию игольницы. И вот так вот выглядит мое закулисье. В качестве штатива мне помогает мой станок Stitch Smart. Как раз-таки на вот эту прищепку для схем. Я и в принципе никогда особо не пользуюсь. Я сюда креплю сам телефон. Сажусь на детский стульчик. Снимаю я опять же на детском столике. Сделала себе такой самодельный фон. Просто на фанерку наклеила кусок ткани. И готова к съемкам. Моя игольница книжка готова. Я только что сняла про нее видео. И соответственно процесс сборки. Все как я планировала. Конечно не все получилось идеально. Изначально я думала ее сделать немного иначе. Но в принципе все это вы увидите или уже увидели. Видео конкретно про эту игольницу. И когда я снимала. У меня мелькнула мысль. Что вполне можно было и на этой стороне что-то вышить. Или как какой-то уголочек. Или некие инициалы. Или еще какой-то сюжетец. Как собственно и на этой части. Ну чего нет того нет. Но в принципе на будущее я буду иметь ввиду. Продемонстрирую вам еще раз. Как я и планировала. То есть видите она у меня такая двухсторонняя. С одной стороны соответственно иголки. И с другой. В общем я осталась довольна. И теперь для моих иголочек есть домик. Они будут храниться благополучно здесь. Я еще подумала. Возможно доложу еще некоторые иголки. Которые у меня в отдельных боксах. Но 26 и 24 у меня их достаточно много. Поэтому здесь они храниться не будут. И для них есть тубусы от Прим. Ну а какие-то таких единичных штучках. Я думаю здесь вполне можно будет хранить. В общем плюс одна готовая работа в этом месяце. А тем временем я уже дошила практически второго енота. У меня осталось его ушко. И дальше уже пойдет фон из осенней листвы. Но уже как говорится пора перетягивать куснапы. Поэтому я их уже сняла со льна. Кстати он как-то так поблескивает на видео. Очень интересно. В жизни нет. Такого эффекта нет. И сюда мне нужно будет натянуть собственно говоря маяку с напой. Продолжить вышивать. Тут ниточки. Сами понимаете рабочий процесс. Мне очень нравится как они получаются. Разработчикам панны особая благодарность. Февраль подходит к концу. И я хочу вместе с вами подвести некие итоги всего того, что я успела сделать в этом месяце. Конечно хотела сделать больше. Но обстоятельства таковы, что сначала заболели дети. В итоге заболела я сама. И некие наверное голоски вы слышите. Поэтому я постараюсь с этой частью не затягивать. Чтобы уж слишком не гнусавить вам. И не портить все общее впечатление о данном видео. О готовых работах в этом месяце я могу похвастаться только игольницей и книжкой. Но ничего страшного. А кстати да. Пыл мной сделан вот такой коврик. У меня была в запасах пластиковая канва. Достаточно крупных размеров. И как-то мне пришла в голову идея. Выполнить шерстяными нитками такую имитацию плетенки. В общем я это благополучно сделала за два дня. Получился коврик на самом деле небольшой. Где-то 20 на 26 сантиметров. Его я сделала дочке для каких-то либо игр. Для тех же кукол. Или отдельных небольших игрушечков. Достаточно симпатично получилось. Не вижу особого смысла останавливаться на данном моменте. Единственное что я вам покажу фотографию. Сравнение данной пластиковой канвы. С обыкновенной пластиковой канвой 14 каунта. То есть это гораздо гораздо крупнее. Так перейдем к моим енотам. Их я не завершила. Но ничего страшного. Впереди еще и будет месяц март. Как видите у меня появился, завершился отшив второго енота практически. То есть остался белый бэк по контуру. Он будет сделан когда будут отшиты все листья. Как видите не так уж много у меня осталось. Где-то порядка двух с половиной тысяч крестиков. Но листва на самом деле не такая сложная как енот. И поэтому я надеюсь что с этим участком я справлюсь гораздо быстрее. Ну и в общем могу сказать что набор не сложный. И то что касается другой моей работы. Это Петергоф. Он у меня находится на вот такой стадии. Как видите я перешла на елку. Пока что вышиваю ее. Но в дальнейшем когда я дойду до какой-то логической линии. Я перейду на сам фонтан. Мне недавно написали что веселье начнется. В кавычках при отшиве вот этого участка. Здесь да наблюдается определенная мешанина крестиков. Но благо участок не такой уж большой. И я надеюсь что я благополучно с ним справлюсь. Ну собственно когда к нему и приступлю. На этом свой рукодельный февраль я буду заканчивать. Я надеюсь это видео вам понравилось. За себя могу сказать что подобный формат имеет место быть. И думаю что периодически я буду разбавлять свои видеоролики именно подобным форматом. На этом я буду с вами прощаться. Я хочу вам пожелать здоровья. Крепкого здоровья. Будем здоровы. Будет у нас все остальное. И в конце видео я вам вставлю несколько кадров нашей норвежской зимы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова